Быть ученым очень здорово. Ученые каждый день проводят безумные эксперименты. Например, они считают всех муравьев на Земле, просят дельфина поговорить по телефону, или наблюдают, как ведет себя человек в полной темноте. Эти эксперименты проводят для того, чтобы доказать правдивость невероятных фактов. Сегодня мы расскажем вам о 13 самых удивительных из них. На Юпитере и Сатурне идут алмазные дожди. На этих газовых гигантах можно увидеть небо в алмазах. Ученые говорят, что давление внутри этих планет может с легкостью превратить углерод в алмазы. Сначала в верхних слоях атмосферы Юпитера и Сатурна появляется разряд молнии, который затрагивает молекулы метана и освобождает атомы углерода. Они соединяются друг с другом и начинают свое падение к поверхности планеты. Внутри Сатурна, или Юпитера, на глубине 1600 километров углерод становится графитом, а на глубин 6000 километров графит превращается в алмаз. На каждого человека приходится 1,6 мил. Муравьев. Мирмекологи, ученые, изучающие муравьев, подсчитали, что сегодня на Земле живет один. Квадрильон – это единица с 24 нулями, муравьев. Это значит, что на каждого человека приходится больше 1 мил. Этих насекомых. А общая масса муравьев равна массе всех людей. В мире больше искусственных фламинго, чем живых. Фламинго – очень редкая и очень красивая птица. Настолько красивая, что многие люди мечтают видеть ее на своем дворе. Именно поэтому количество пластиковых фламинго намного больше количества живых. Популяция последних насчитывает 2-3 мил. В то время как число их пластиковых сородичей равно 1 миллиарду. Можете в это поверить? Земляника – это не ягода. В действительности земляника – это фрукт. Это просто разросшаяся цветоложа, на поверхности которого находятся настоящие плоды клубники-орешки, всем нам знакомые крошечные желтые семечки. Бананы – это ягоды. На самом деле растение банан – это гигантская трава, а сами желтые бананы – это ее ягоды. Согласно определению, ягоды – это мясистый и сочный плод. Именно так и выглядит банан. В океане живет полый червь длиной 30 метров. Он называется перосома. А еще его называют морским единорогом. Перосома – очень редкое животное, его видели всего несколько раз. Выглядит она как гигантский прозрачный полый червь. На самом деле это не один, а много организмов. Они светятся в темноте и производят точные копии самих себя. Считается, что они могут вырастать до размера кита. Митридат VI был нечувствителен к яду. Царь Понто Митридат VI с самого детства принимал небольшие дозы разных ядов, чтобы его организм выработал к ним иммунитет. Во время восстания римляне решили захватить его в качестве заложника, и Митридат принял большую порцию яда. Но, как вы догадываетесь, не умер, потому что у него был иммунитет к большинству известных ядов. Если бы мы жили в полной темноте, то могли бы бодрствовать 36 часов, а чтобы выспаться, нам требовалось бы 12 часов. С 1964 по 1972 года французский спелеолог Мишель Сефре провел несколько экспериментов на эту тему. Он поселился в специально оборудованном бункере, где поддерживалась постоянная температура и влажность, и где была абсолютная тишина и темнота. Он провел в таких условиях несколько месяцев. Результаты эксперимента показали, что его биологические часы изменились. Ему нужно было для бодрствования 36 часов и 12, для сна. Позже этот эксперимент проводился на других участниках. Результаты были те же. Длина стопы такая же, как длина предплечья. Большой палец такой же длины, как нос. А длина губ такая же, как длина указательного пальца. Вы, наверное, только что проверили это и убедились, что это так. Это стандартные и правильные пропорции человеческого тела, на которые ориентируются художники при создании картин с изображением человека. Такие пропорции определил еще Леонардо да Винчи на своем известном рисунке «Витрувианский человек». Гаджет – название одной из трех первых атомных бомб. Эти три бомбы были созданы в рамках американского проекта «Манхэттен» в 1943 году. Они носили название «Гаджет», что переводится как «Штучка». Эта бомба была изготовлена из плутония и взорвана при первом ядерном испытании. «Литл бой», «Малыш». Она была изготовлена из урана и сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года, и «Фэтмен». «Толстяк». Эта бомба была изготовлена из плутония и сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года. Энн Ходжес – единственная, кто смог выжить при попадании метеорита. Американка Энн Элизабет Ходжес стала первой женщиной на планете, которая выжила после попадания объекта внеземного происхождения. Это произошло 30 ноября 1954 года вблизи города Сулакога, штат Алабама, США. Фрагмент размером с гриппфрут пробил крышу ее дома, отскочил рикошетом от корпуса радио и ударил Энн, пока она дремала на диване. Вскоре после этого случая Энн Ходжес стала настоящей знаменитостью. Кало – единственное животное, отпечаток пальцев которого напоминает отпечаток пальцев человека. Профессор Мачий Хинниберг из Аделаидского университета доказал, что нет разницы никакой разницы между отпечатками пальцев человека и калы. Даже сканирующий электронный микроскоп не может найти различий. Получается, кало – это единственное животное, которое имеет отпечатки пальцев, похожие на отпечатки пальцев людей. Дельфины могут разговаривать по телефону. А еще они могут узнавать того, с кем говорят. У каждого дельфина есть свое имя-сигнал, которое дается ему в детстве и на всю жизнь. Они способны узнавать друг друга при помощи восприятия кратких тонов. Люди также узнают своих родственников и друзей по голосу во время разговора по телефону. Поэтому, если бы дельфины общались по телефону, они бы узнали друг друга. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова